Во время Оно, Бе Иисусу Ча, на едином отцом меч в субботу, И сежена Бе, имущий дух не дужен, лет восемнадцать, И бескрючена, и немогущий, восклонитесь от нюд. Видев же Ю Иисус, пригласи и речи ей, Жено, отпущена еси от недуга твоего, И возложи на нюруце, и абие простреся, и славяше Бога, Отвещав же старейше на собору негодуя, За не в субботу исцелию Иисус глаголоши народу, Шесть дней есть, вняже достоит делать им, В тыя уба приходите целитесья, а не в день субботный, Отвещав уба ему Господь и рече, Лицемер, каждый из вас в субботу не отрешает ли своего вола Или осла от яслий, и вед напаяет. Сию же дочь Авраамову сущу, ю же связа сатана, Се осмоен на десяти лета, не достояши ли, Разрешите сей от юзы сия в день субботный, И сия ему глаголющу, стыдяхуся вси, Противляющиеся ему, и вселюдие радовах уся, А всех славных, бывающих от него. Из прочитанного евангельского отрывка Хочу обратить ваше внимание, христиане, На долгие сроки пребывания в недуге людей, Которые часто перед нами ходят со страниц Евангелия. Женщина, ныне показанная, была согнута, Как это бывает у стариков, долгими годами пригнутых к земле. Как это мы видим на иконе Серафима Саровского, От поломанного позвоночника он потом всю жизнь опирался на топорик или палочку И ходил такой буквой Г. А она от сатанинского действия 18 лет провела в этой болезни, Терпеливо ожидая исцеления, посещая синагогу, Делая все, что может делать. Иоанн пишет о человеке, который 38 лет лежал бездвижный При овечьей купеле в Иерусалиме, Не теряя надежды исцелиться, Поскольку ангел Божий раз в год исцелял И исцелял хотя бы одного из недужных. 12 лет страдала кровотечением женщина, Прикоснувшаяся к краю ризы Христа. Такие цифры. 12, 18, 38. И люди не теряют надежду, Продолжают, как могут трудиться, Не отчаиваются, Хотя, видимо, балансируют по временам На грани веры и безверия, Жизни и смерти. Но это нам с вами урок, Потому что, будучи людьми нетерпеливыми, Мы хотим все и сразу. Нас так научила реклама, Нас так научил нетерпеливый дух века сего, Что можно получить много и быстро, А еще лучше все и сразу. А законы Божии заставляют человека Долго бродить по стране тени смертной. Как евреи не могли войти сразу, Просто не были способны, Покинув землю рабства, Сразу раз и войти в землю, Текущую молоком и медом. Они тоже ходили долго, И постепенно вымирали все, Больные неверием, Рождались новые, способные к вере. Одним словом, первый урок из прочитанного, Это то, что надо все-таки терпеть. Невозможно спастись без терпения. Терпение нужно вам, Чтобы исполнить порученное И получить обещанное. И когда кондрашка мучит душу, То в этом надо себя сдерживать. Необходимо пропастись терпением В борьбе с самим собой. Не надо быть для этого скрюченным, Или кровоточивым, Или расслабленным. А нам предстоит борьба С самим собой. И каждый из вас должен иметь себя как книгу. И читать эту книгу С ужасом и отвращением. И переписывать ее набело. И бороться с самим собой, Как с врагом себя самого. Если хотите. Не считайте, что это шутка, это правда. С самим собой бороться, Как с врагом себя самого. Потому что нам надо спастись от себя самих. И это долгий путь занимает. Не год, не два, не три и не пять. Это первый урок из Евангелия. Второй – это страшный контраст Между чудесным и обыденным. Оказывается, людям не дается понимать этот контраст. Хотя он вроде бы кажется очевидным. Не думаю, что евреи в этом смысле глупее нас. Человек говорит, приходите исцеляться в любые дни, а не в субботу. Он так говорит, как будто исцеление у них совершается по такси и тарифу. И подошел, заплатил, как бы и вышел исцеленный. Это чудо. В субботу нельзя просто не стирать, грядки копать, окна мыть. А исцеляться – это не дело человеческое, это дело Божие. И нужно разделить в голове своей вещи обыденные и вещи принципиальные. Вещи, которые от моих рук, и вещи, которые не от моих рук. Это не я. Это через меня, но это не мое. Это он. И вот это непонимание разницы между моим и его, оно вот вызвало слова начальника синагоги, что, мол, приходите исцеляться в любой день, а не в субботу. Он о субботе ревновал. А дело было Божие, перед которым нужно было склониться, потому что Господь ломает заборы. И он там, где захочет, там для него стены нет. Он заходит через стены, он и выходит через стены. Он воскрес из гроба, печати не нарушив. Родился из девы, печати девства сохранив неврежденными. Он ходит, где хочет, и мы ему двери не закроем. А если закроем, он пройдет сквозь закрытые двери. Надо понимать, возлюбленные о Господе, что есть вещи принципиальные, а есть вещи второстепенные. И отсутствие понимания разницы между ними часто обрушивает всю жизнь человеческую. Превращает человека в формалиста, в сухаря, не дает ему ни радости, ни мира, ни мудрости, и еще и превращает иногда в человека, который на Бога обижается. Что это ты действуешь так, как я не понимаю? Почему это ты поступаешь так, что вроде бы ты же и нарушаешь твой данный Тебутовой закон? Ты дал субботу, дал, ну так сам храни ее. А ты ее дал, как бы ты ее нарушил. Можно превратиться в Божьего врага, когда ты по скудости своей не понимаешь дел Божиих и начинаешь с Богом дергаться. Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, пути мои не ваши пути, но как небо отстыд от земли, так мысли мои отстоят от мыслей ваших. И мы всю жизнь должны учиться этому распознаванию путей Господа моего. Где его следы, где он прошел, что он сделал, почему он сделал так, почему не иначе, почему ждали вот этого? Это не произошло. Вот так произошло. Ну что ж, слава тебе, мы с тобой бороться не будем. Слышите, это такое тоже важная вещь, как мы часто говорим, наподумать. И третья интересная вещь, это то, что о женщине скрюченной, 18 лет пребывавшей в этой положении, смотрящего в землю. Это очень печальное положение, оно, если хотите, духовное, когда тебя заставили смотреть в землю, и ты бы хотел распрямиться, а не можешь. Христос об этом состоянии сказал, что эту дочь Авраамову, это похвала. Когда Иисус говорит про дочь Авраамову, про сына Авраамова, это в его устах очень дорого стоит. Ребенок Авраамов – это человек, имеющий настоящую веру. Это человек, который может всем пожертвовать ради Бога, который знает вот эту разницу между главным и второстепенным. Говорит, эту дочь Авраамлю сатана связал. То есть ее физический недуг имел духовную причину. то, чего сейчас совсем мы разучились понимать. Мы ищем причины наших болезней в микробиологии, в вирусологии, в чем-то в биологии. Короче, медицина такая великая, мы такие чахлые. Все такие умные медики, а народ все слабее и слабее. То есть мы же дети чахлого века. Мы же не можем даже представить, как это можно быть, как Моисей, у которого в 120 лет не выпал ни один зуб. А зрение было, как у орла. Не то, что очки не нужны были. Он видел далеко и близко, как хотел. В 120 лет он был крепкий, как молодой человек. Что нам медицина об этом скажет? Ничего. Потому что мы сегодня, опять-таки, мы люди эпохи, разучившиеся, видеть причины наших проблем и поражений, и побед, и взлета, и выпадений в духовной сфере. Мы все приписываем материальным причинам. Такой глубокий, тотальный материализм. Или приписываем случаю, или своей удаче, или каким-то физическим причинам. Там денег не хватило, там вирус подкосил, там еще же иммунитета не хватило. Слушайте, забыть бы нам про все эти слова. Потому что некоторые вещи очень просто объясняются. Эту дочь Авраамову связал сатана. И все. Ее нужно было освободить в день субботный. Или этот человек грешит уже 18 лет подряд. Потому что его, этого сына Авраамова, тоже связал сатана. Его нужно освободить в день воскресный, допустим. А этих детей Божьих тоже связал сатана. Они уже 38 лет лежат расслабленные и подвинуться не могут. Ты их зовешь, идем со мной, идем со мной. Они лежат, как бревна. И встать не могут, потому что их связал сатана. И их нужно освободить в день субботний, в день воскресный, в день богослужебный. Вот вам три урока, христиане. Терпеть нужно долго. Нужно запастись на то, что не сегодня решатся мои проблемы и не завтра. Когда-нибудь решатся, когда Бог скажет, ну я буду терпеть, я буду ждать, Господи, я буду долго ждать. И проблема моя решится от Тебя. Ты решишь ее. Я буду ждать. И я буду разбираться, где главное, где Ты, а где второстепенное, а где человеческое. Чтобы я даже из-за Твоих заповедей с Тобой не ругался. Потому что Ты можешь и заповедь отменить, если нужно. Ты все можешь. И грехи наши, проблемы наши, кровотечение, скрюченное состояние позвоночника в духовном смысле, это расслабленность, бездвижность, невозможность что-нибудь хорошее делать. Это все очень просто объясняется. Без материальных причин, если хотите. Можно, конечно, и это приплести. Но, в принципе, связал человека, сатана, и подобает его развязать этого сына Авраамова или эту дочку Авраамову в день субботний или в день воскресный. Вот и все. И где Христос, там все получается очень просто. А откуда Господь ушел или там, где его прогнали, там такая тьма силогизмов, и все такие умные, а все так плохо. И все становятся умнее и умнее, а все хуже и хуже. Вдруг приходит Господь, как-то на все легко, потому что он развязывает сынов Авраамовых в день субботний. И мы распрямляемся и опять начинаем ходить, как люди, а не как животные. На двух ногах, а не на четырех конечностях. Вот вам Иисус. И как жалко, что его знают не все, а те, что знают, знают не по-настоящему. Да узнает каждое сердце Иисуса по-настоящему, потому что нету света без Него, нету радости без Него, нет смысла в жизни без Него. А с Ним все есть. Аминь. Христос воскресе.